Вот погодка. С утра дождь шел, ливень был. Сейчас пошел снег. Сейчас плюс один, а было утром плюс пять. О, снегопадище. Такая погодка у нас будет еще целую неделю. То дождь, то снег. Лучше снег, мне кажется, не знаю. Дождь, ливень плохо. А дождь вообще выходить нехота. Под снежок выйду. Мне нужно сегодня уже идти на стрижку. Ну, классно. Мне нравится, когда снег идет. Всем привет, улечки, девочки мои. Собралась я уже в парикмахерскую идти на стрижку. Я вот смотрю, я вроде бы не сильно еще заросла. Ну, можно было бы еще там, может, пару недель походить. Но так как у меня мастер сразу после Нового года уходит в отпуск, я не знаю, сколько у нее будет этот отпуск длиться, я решила не тянуть резину, не дожидаться, пока я совсем уже стану, как дикобраз. В общем, я иду освежиться. Так, везде по чуть-чуть, везде по чуть-чуть прибрать, и буду свеженькая, как свеженький огурчик. Вот, на улице сегодня погода, вообще не поймешь какая. Утром я выглянула в окно, смотрю, идет дождь. И думаю, это мне сегодня нужно выходить, будет под ливень, под этот идти. Он целый день полоскал, потом потихонечку, плавненько так, дождь со снегом пошел. Сейчас уже шпарит снег на всю катушку, подморозит сейчас. Больше всего, честно говоря, я боюсь гололеда. Пусть там хоть дождь, хоть снег, хоть все, что угодно, но гололед – это самый страшный трэш, который я боюсь. Бывает, иногда идешь, просто вот такой вот, как зеркало-каток, и скользко, и страшно, и боюсь упасть, и вообще как бы. Ну, люди в моем возрасте уже, знаете, падают с последствиями. Но не хотелось бы этого, конечно. А сейчас уже темнеет, ну, мало того, что пасмурно целый день, еще темнеет, вот время сейчас пятый час, а уже на улице почти темно. Так что я иду, надеюсь, что там уже снежком припорошила, уже не будет так скользко, очень надеюсь. Вот, ну, в общем, смотрите, какая я сейчас, и потом вы уже увидите меня, наверное, уже после стрижки. Вот, ну и что будет дальше, будем смотреть вместе. О, девочки, метет-метет. Я вот тут закупорилась на всю. Ну, что, мокрая будет шапка. Надела капюшон, надела, надела. Ой, короче говоря, уже что-то сугробиков намело. Ну, сейчас по-быстрому, по-быстрому пройдусь. Прямо глаза. Вот такой вот у нас тут пейзажик. Замело уже, уже заметает эти машинки, машинки. Ох, снег идёт. Ну, вроде как ветер потише стал. Ну, детям сейчас здорово, наверное, классно. А взрослым уже нет, не до снега. Девочки, я подстриглась, вышла, смотрю, снега навалило. О, как, прям на дереве, на кустах везде. Прям сугробики такие классные. Классные сугробики. Так, ну всё, пошли домой. В магазинчик надо ещё зайти. Подстриглась, как в прошлый раз. В общем-то, и показывать особо нечего. Ну, дома уже покажу. Ой, классно как, красиво. Вот мне нравится. Ветра сейчас нету, поэтому снег ложится на веточки везде. Хорошо как и красиво. Ну вот, девочки, пришла я домой. В общем, подстриглась. Но всё равно я буду укладываться по-своему. Потому что у меня слишком она вытягивает волосы. И они становятся как прилизанные. А я люблю, чтобы они были попышнее. Вот, зашла в магазин хлеба, картошки купить, как всегда, набрала целую сумку. Ну, правильно, а что порожняком ходить? Надо, чтобы зря не ходить, надо что-то ещё набрать. Вкусняшек понабрала. Что-то соскучилась по вкусняшкам. Сейчас покажу. Набрала вкусняшек. Смотрю, кекс с изюмом венский. Мне кажется, должен быть он вкусный. Я давно уже кекс не ела. Вот, и вот взяла наполеончик такой. Ну, какой был. Прага. Это вот самые мои любимые такие вот тортики, стаканчики. Ну, хорошо, что стаканчики. Одну порцию взял, съел и всё, и не балуйся. Вот, творожную Данисима взяла. Это я люблю. Это иногда бутербродик хочется. А вот этот Антарктик Криль классика я взяла. Так, активию. Клубничная. Земляничная. Грудинка эта парижская, хорошая грудиночка. Мне она нравится такая. И, в общем, тоже взяла. Огурчики, бананчики. Вот эти конфеты я смотрю, там вафелька внутри. Ну, вот Настюха придёт угостить. Конфетки такие мои любимые. Красный Октябрь. Мишка вот этот косолапый. Хлебушек взяла. Ну, и взяла, конечно, картошку. Картошка 42 рубля килограмм. Лук 18 рублей килограмм. В общем, картошку лука ещё взяла. Ой, девочки, ложусь спать. Решила приоткрыть немножечко окно, потому что стало жарко. Я смотрю на улицу. Такая красота вообще. Посмотрите-се вниз. Сейчас вообще ветра нету. Лёгкий такой снегопад идёт. Ой, как красиво. На деревьях прям снежок. Так здорово. Вот это красота. Хоть бы до завтрашнего дня. Вот этот ветер всё не потрепал. Не потрепал деревья. Чтобы эта красота ещё немножко побыла у нас. Хочется полюбоваться этим ещё завтра. Вот собака. Не даёт мне сказать слово. Здорово. Доброй ночи, девочки мои. Я проснулась ни свет ни заря. Вообще проснулась в три часа. Потом легла. И очень долго пыталась уснуть. Думаю, нет, рано. Надо ещё поспать. Ну, в общем, полежала ещё где-то с полчасика. Поняла, что уже всякая куча мыслей в голове. И не до сна. В общем, встала. При том, что у меня утром педикюр сегодня. Кстати говоря, прическа, видите, вот поспала. Она уже какая-то не такая. Ну, мне не нравится, как она. Ну, она укладывает, она вытягивает. Я так поняла. Вытягивает волосы так сильно, чтобы ей было видно, как там филировать. Поэтому надо будет перемыть сегодня голову. Но сейчас я этого делать не хочу, потому что вообще, как бы мне хотелось сегодня забрать посылку. И даже сегодня хотелось бы начать снимать Василёк. Но загадывать уже ничего не могу. Планирую наперёд какие-то планы. Они как-то что-то где-то рушатся. Вот. Так что я уже осторожно говорю. Хотелось бы забрать посылку. Но это после педикюра. Так, а педикюр у меня с утра. Вот. И, значит, что я сейчас? Пью кофе. Смотрю открытый микрофон. Кстати говоря, очень здорово, что обычно вот в такое время под утро показывают открытый микрофон. И хоть есть что-то посмотреть, полежать. Но я вот лежала-лежала сейчас. И думаю, надо вставать. И, наверное, надо... Когда мне днём готовить? Сегодня будет вот не до этого вообще. Потушить капусту. Я думаю, с колбаской, что ли. Вот, наверное, сейчас я этим и займусь. Ещё такая не до конца проснувшая. Хотя уже кофе напивший уже. Напившийся уже кофе. Кстати, выглянула в окно, а за окном сейчас красота. Всю ночь, видимо, потихонечку шёл снежок и не было совсем ветра. И там я смотрю даже на моих палках, на моих трубах уже вот такой вот сугроб. И на ветках, на деревьях. Давайте сейчас посмотрим, что там сейчас. Интересно, собака это всю ночь лаяла или как? Смотрите, как красиво, девочки. У меня, видите, на палках прям какой сугроб. И такая тишина на улице, ветра вообще нету, ни капельки ветерочка. Но утром, если ветерочек подует, то, конечно, он собьёт с веток вот это всё. Очень люблю, когда вот такие вот красивые деревья стоят. Заснеженные. И собаки всё портят. Всю сказку. Нравится, когда заснеженные деревья вот такие. И всё белое-белое, всё белым-белым. Красота. У нас ещё тут вот лампочки горят, и они прям создают такую какую-то атмосферу. Классную. Там вот машины стоят внизу заснеженные прям совсем. В общем, я решила не тянуть резину. Сейчас порезать капусточку. Мне что-то на завтрак сегодня захотелось капусту поесть. Такую тушёную, с колбаской. Я соскучилась уже за ней. Давно не ела. Давно не делала. Вот. Ну, вообще, когда у меня борщ есть, я тогда капусту не тушу, потому что и капуста, и так, и так капуста не охота. Вообще, капусту я люблю. Я люблю её и свеженькой поесть, и такой, и сякой. Вот. Сегодня на завтрак хочу поесть капусту. Время сейчас уже 20 минут шестого. Ну, вот так вот. Кстати, кто-то у меня спрошел, как помогает, не помогает этот чай, который для сна. Вот я, кстати, вчера вечером выпила чай для сна. Ну, и что могу сказать? Что выпьешь чай, что не выпьешь чай, в общем-то, разницы нет. Я могу спать до утра без чая, а могу и с чаем проснуться в 2-3 часа ночи. Я так думаю, что этот чай, скорее всего, действует недолго. Несколько часов, и всё. Её действие заканчивается. Если я знаю, что у меня утром, например, какие-то там дела, прям с утра, то уже я могу проснуться и прям как-то автоматически, мне как долг какой-то, что я что-то должна, что-то мне какое-то дело незаконченное. Вот. Ну, в принципе, если мне никуда там особо не надо, если всё такое домашнее дело, то сильно я особо не переживаю. Но, тем не менее, мне не даёт это спать, не даёт покоя. Так. Капусточки вот эта маловато. У меня ещё одна капустина есть. В общем, ладно, сейчас я нарежу капусточку. Не буду я вас тут томить сильно. Я попозже к вам вернусь. Всё. Сейчас. Ещё дорежу отсюда. С этого качанчика. Сначала я обжариваю капусточку. Вот, чтобы она так подрумянилась слегка. На масле. На сильном огне. И перемешиваю. Так, чтобы она не подгорала, конечно. Но, когда она чуть-чуть подрумянился, тогда она становится вкуснее. Потому что, если её крышкой накрыть, она сок даст, и уже другой совсем вкус получается. И воду не добавляем. Воду можно чуть-чуть, потом в конце уже, когда протушить надо будет. А сейчас пока пускай обжаривается. Так, взяла я вот колбаски немножко. Ну, я вот так вот её порезала, такими большими кусочками. Так, ну, чтобы не маленькие были. И, в общем-то, лук тоже вот так на три части, половинку. И тоже довольно-таки крупно. Чтоб не сильно мелкая дыла. Вот так пойдёт. Так, томатную пасту, столовую ложку томатной пасты, вот такой крышкой закрываем, и в морозилке храним. Тогда она хранится хорошо, долго, очень долго может храниться. Сейчас я так отколыхаю, стаканчик её с водичкой сделаю. Вот так стаканчик наколупываю чуть-чуть, ну, где-то примерно столовой ложки. Вообще, кто сколько любит, томаты это такое дело, кто-то любит потеслее, а кто-то не очень. Ну, мне примерно столовой ложки достаточно. Так, может вот так и хватит. И водички, стаканчики. Вот стакану наливаю. Вот это уже в конце залью, когда уже обжарится капуста, когда уже и колбаса там будет, и лук всё обжарится, как-то в конце. Так, ещё чуть-чуть, и теперь точно хватит. Всё. Вот это в морозилочку, и убрали. Вот когда капуста уже чуть-чуть подрумянилась, вот видно, да, я уже закинула лук, и теперь ещё немножко с лучком, пускай тоже обжарится, и лучок немножко. И можно уже и лакушку кинуть, можно, в принципе, уже и посолить. Соль, перец нужно уже кинуть. До колбасы. А у меня вкусная соль, я вкусной солью хочу посолить. перечная смесь, и мешаем опять. В общем-то, сейчас можно уже и колбасу бросить. можно чуть попозже. Колбаса, пускай, тоже чуть-чуть может поджариться, будет нормально. Ну, если не поджарится, то замечаю. Так, ну всё, можно теперь уже томатик залить. У меня поджарилась уже так немножко и колбаска тоже. Убавить надо мощность. Поставить ослабее. Крышкой накрыть, пускай тушится. Всё, я уже приготовилась к педикюру, застелилась тут везде всё. Сейчас тазик только поставлю, и уже скоро подойдёт моя мастер-подруга. Чаю попьём. Всё, девочки, педикюрчик закончили. Вот такой лак симпатичный, это фаберлик. В общем, прибралась, убралась. Сейчас хочу покушать. Моя капусточка уже даже остыть успела. Я уже разогрела её. Сейчас капусту поем. И пойду после перерыва на почту. Девочки, мороз и солнце. День чудесный. Вообще, солнышко чуть-чуть. Оно вроде бы как пытается выглядывать из-под облачка. Чуть-чуть. Ну, классно, прикольно. Красиво. Но уже потихонечку начинает подтаивать слегка. Потому что плюс 3 градуса. Вот. Поэтому у нас снежок долго не протянет. Вот если бы вот так было бы на Новый год, вот было бы здорово, красиво. Но, к сожалению, на Новый год будет, скорее всего, дождь. Ой, красота. Сейчас покажу вам. Вот такие вот сугробики. В общем так, немало снега выпало. Да? Приличненько, в общем. Ну, красиво. На крышах такие сугробики. И похрустываем. Похрустываем. Где-то на деревьях еще остались. Но сейчас ветра вроде бы нету. Ну, может быть, очень-очень слабенький. И пока что он не особо сбил. Видите? Кипарисики какие стоят заснеженные. Ой. А вот впереди дерево большое. Белое прибелое. Ой, классно полюбоваться. И видно, да, что немножко так солнышко не сильно, но слабенько отсвечивает от веток. Люблю, когда белые деревья стоят. Так это здорово. Так это красиво. Вот. А тут на дороге уже видно. Мокрота, мокрый снег. Уже и лужи. Вот так. Все потихонечку растает. При том, что еще должен уже потеснить. Зажжем скоро. Вот. А я свои дела поделала домашние сейчас. И топаю на почту. Вырвалась наконец-то на почту. Вот вроде домашние дела делаешь, делаешь. А на почту куда-то выйти. Прям целое дело. Ой, смотрите, какие белые деревья. Класс. Какая красота. Ляпота. Да, сейчас бы солнышко, хотя бы на чуть-чуть выскочило бы. Засветило бы нам вот эти кроны деревьев. И мы бы увидели эту красоту неземную. А как в интернате красиво. Весною деревья белые, потому что они цветут. Я вам показывала. А сейчас они белые. Потому что в снегу. Прямо оттуда такой свет светит. Светло там очень много, да? Много белого. Классно, красиво. Небо такое, видите, облачное. Небо облачное. Ну, все, забрала я посылочку. Обратно иду по своей любимой олечке. Вот так красиво она сейчас выглядит. Ой, мне нравится. Тишина такая, безветренная погода. Классно. И потихонечку иду прогулочным шагом. И главное, что не холодно. Даже руки без перчаток не мерзнут. Это прямо классно. Вот такое редко бывает. Подержалось бы какое-то время такое. Красиво, чтобы безветренно и не холодно. И со снегом. Ой, забрала посылочку. Не знаю, когда снимать буду. Сегодня. Что-то у меня уже сил никаких нет. Что-то вроде сегодня сильно так особо ничего не делала. Такое интересное. Как будто крыша у меня над головой. Я иду. А витки настолько они закрыты снегом. Такое ощущение, как будто у меня над головой какая-то белая крыша. Представляете? Вот так вот, девчата. Ой, как здорово. Ладно, посмотрим. Может, сегодня сниму. Если сегодня не сниму, то уже завтра. А может, даже рано встану, как обычно. Я из-за того, что сегодня проснулась 3 часа, уже вот я как-то и устала. Хотя еще даже солнце не село. Елочек у нас тут понасадили на вот этой вот аллейке, которая между дорогами. Много елочек. Такие они красивые, заснеженные. Классные. Ну вот я и дома. Девочки. Пока до дому дошла, один раз подскользнулась, чуть не шлепнулась. Вот хорошо, что не шлепнулась. Вообще, конечно, шла какая-то корова на льду. Местами прямо лед вот такой, вот прям скользко было. Я уже там бочком-бочком, там где снежок припорошен. В общем, короче, боялась упасть. Ноги напряжены. И я пришла домой. Я чувствую, у меня ноги так болят. Я, в общем, легла-полежала, но мне как-то особо легче не стало. Я думаю, что же делать. Стукодел, стукодел. Посылочку надо же вам показать, снять. Вот. Я решила, что я... Все, что я сейчас могу сделать, это вот это видео закончить. И уже с утра его встать смонтировать. А потом спокойно заниматься посылочкой. Спокойно ее снять. У меня будет как раз запас времени. И я спокойно уже, как говорится, там надо в порядок себя привести. Голову там нужно будет и помыть, и уложить по-другому. Я, видите, заколола, потому что не поймешь, что после шапки на голове. Вот. И, в общем, займусь спокойно следующими уже делами. Нужно не сваливать все в кучу, а делать все поэтапно. Ну, по крайней мере, у меня так сейчас. Уже по-другому у меня не получается. И, возможно, в этом году этот влог у меня уже будет крайний. Потому что, по моим подсчетам, вроде как бы уже потом посылочка перед Новым годом выйдет у меня. И все. Поэтому я уже так на всякий случай хочу уже поздравить всех с наступающим Новым годом. Хотя я уже и поздравляла, еще раз поздравлю. Желаю всем здоровья, самое главное, номер один. Хорошего настроения всем. Прекрасно встретить Новый год. И чтобы у вас все было хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Пишите комментарии, девочки. И до новых встреч. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok